Вот так вот готовы девчонки обнимать вас, мужчины, если вы будете исполнять их мечты, да? Да. Друзья, мы находимся в Натухаевской на базе квадроклуба «Лидер». И сюда нас отправила Людмила Владимировна. Мы сегодня прокатимся, но обо всем подробнее, пускай нам расскажут ребята сами. Приветствую, дорогие друзья, на нашей базе с нашей новой техникой, новым маршрутом и неизменно старой крутой командой. Предлагаем вашему вниманию крутой полуторачасовый маршрут протяженностью до 30 километров. Гости приехали, проходят инструктаж. Найти нас можно в инстаграме, на сайте и в киосках экскурсионных нашего города. Вся техника у нас либо новая, либо в состоянии около нового. Половина всего парка у нас 24 года. Это новые инжекторные квадроциклы «Селфмото». Всем гостям выдается экипировка, полный комплект, в обязательном порядке шлем и очки. Костюмчики у нас по желанию, по погоде. Ребята там делают инструктаж. То есть, если вы даже не умеете управлять, то здесь, в принципе, все легко и просто. Котоцикл – это максимально простое управление. Только удовольствие, только, как говорится, скорости, открытое пространство, если вы по кайфу. Если вдруг вы захотите сами прокатиться, то можете по номеру телефона обращаться к ребятам напрямую. Но, я думаю, будет гораздо удобнее, вот как мы сюда приехать через Людмилу Владимировну с трансфером от «Реалтура». Это тоже великолепно. Приходите на экскурсионную точку, вам все расскажут, подскажут и катайтесь. Что, ребятки, мы экипировались и готовы отправляться в путешествие на квадроциклах. Кстати, ребята уделяют очень большое внимание для того, чтобы вам было безопасно. Видите, и шлемы, и очки, чтобы в глаза ничего не попало. А также выдают экипировку по желанию, чтобы не пачкать свои вещи. Но также у них на базе есть душ, чтобы вы можете приехать и уже после квадрика, говорится, обмыться и освежиться. Также есть зона отдыха, как здесь можно посидеть, так и там под навесом. То есть, все продумано для того, чтобы вы приехали с семьей, и вдруг кто-то не захочет кататься, мог приятно здесь провести время. Тут, говорят, у ребят, музычка, есть напитки. В общем, все будет хорошо и красиво. Оксана прошла инструктаж, и теперь будет пробовать его заводить. Переключать передачу. Передачу. Все. Молодец. Вот так даже девчонка справилась, что можно судиться и отправляться. Оксана могла, в принципе, и сама за рулем поехать, но, говорит, на такой большой маршрут, она может устать и сомневаться в своей способности. Поэтому, поеду я немножечко за рулем. Счастье было близко, да? Да, да. Ты довольна? Еще не выехали, а она уже довольна. Персик довольна. Персик? Ты теперь персик? Да. Позывной персик, приветствую за вас. Давай, штукнемся шлемами. Давай. Ай! Так вот. Что такое? Что, деталь? Мне, во-первых, мы тут не поедем. Почему? Да мы по прямой едем. Что ты там? Да позже я, не вода. Ничего, это же кайф. Мы ради этого сюда приехали. Возьми, что-то сумка твою не чувствую. Сумка твоя оторвалась. Вот так, вытащи камеру. Что-то Оксана у меня боится немножечко. А тут кайф реально. Дорога просто пушка. Катайте, называется не хочу. Ну, смотрите. У-у-у-у! А-а-а! А-а-а! Смотри на дорогу! А, тут дорога, что ли? Мы же на квадроцикле. Для него все дорога. Да я не трогала. Огонь, ребята. А? У-у-у! Да, маршрут, конечно, прям мне, честно, очень нравится. Это при том, что он как бы опыт у меня небольшой на квадроциклах. Ну, нормальный. Кататься можно. Посмотрите, какие виды. Поля. Водички. Леса рядышком. Прям крутяк. Еще бы Оксана не боялась, но вообще хорошо. Лужа. Чао. Ух. Грязюка. Все, что вы любите, ребята. Представляете, как ваши дети будут счастливы, если я здесь настолько кайфую. Поплыли. Ты что там раскорячиваешь? А-а-а! Вот, одевайте обувь, которую потом будете стирать просто. Дорогий зал, да. Все, прям уже лес-лес начинается. Скорости у нас, когда мы не снимаем, гораздо больше и веселее кататься. Просто с камерой не совсем удобно. Почти полтинник по такой вот местности. А тут мы вообще уже ушли с дороги. Непередаваемое впечатление, если вот таким вот кустам, мы поэтому из шлема, чтобы не повредить ничего. И это абсолютно правильное решение. Грязючка, это вообще мое самое любимое. Жалко со стороны нас не видно, как мы это проходим. Здесь в процессе делается массаж. Спасибо. Это чтобы пилот расслаблялся. Вот не успели показать. Смотрите, какая впереди нас лужа. Тут надо, наверное, как так. Двумя руками. Она меня не верит, представляете, как живем в этом мире. Ух, мы плывем! Ура! Впереди ведущий квадрик скрывается прям в лесу. Как скрывается. Да. Вообще круто. И заезжаем. Вау! Красиво! Вообще. Слушайте, я уже чувствовал по тому, что, ну, испытываю, что это, наверное, одна из самых лучших поездок за все время на квадроциклах. Потому что, во-первых, квадроцикл просто пушка. Попробую проехать. Что-то тут было. Завалилось дерево. Во-вторых, маршрут мне очень нравится. Тут можно погонять прям. Я до 50-60 разгонять по пересеченке. Оксана чуть не улетает, да? Я улетаю. Я улетаю в небо. Может, ты уже сядешь? Хочешь? Да, давай. Все, Окс за рулем. Погнали. У-ху! Виды реально космические, я думаю, получатся у нас после этой видеозаписи. Главное, нигде камеру не потеряйте себя. Классно в шлеме, слушай. Можно не прятаться. Во-во-во! Только что она сидела сзади, пищала. Сейчас уже погнала сама. Веточки прилетают. Вау! Летим сквозь лес. Оттормаживайся. Со всех сторон можно снимать, как это происходит. Вау! Так, главное, чтобы у меня камера из рук не выбила, а то будет прям печалька. Я еще ищу как бы интересные ракурсы, чтобы это было круто. Максимально. Ну как тебе? Кайфово. Вообще кайфово. Только как она рассказывала, как ей страшно было там, где был обрыв, а тут тебе не страшно. Ощущение то, что вот мы каждый момент можем там где-то перевернуться, куда-то врезаться, нету? Есть. Так что контролируем. Самое главное, помни, где тормоза. Не нажимай, не нажимай, не нажимай. Да. Расдвоение. Ау! Бля, прям я не зря понимаю, что я делал шлем, потому что отвлекаюсь на камеру. Нет, нет, не прилетает. Все самые веточки. Все, она 30-очку жмет. Нормально едет, она себя наговаривала, мне кажется, говорит. Вот это звуки. Я уже начинаю с ней бояться, Оксана, прости. Держись за руль, за руль держись. Поедем, едем, едем, далекие края. Трасса через горы, через лес. Это очень круто. Нет, вот когда открытое пространство, но оно быстро наскучивает, потому что это видо не меняется. А вот когда здесь, вот постоянно за каждым поворотом что-то другое. Вот сейчас мы, внизу гор едем. Воздух такой вкусный, свежий. Вад, полянка. Выстрел. Еще бы динозавры. Еще драконы летающие. Принцы на белых конях скачущие. Во-во-во, вообще-то. Ого! Ты почуешь? У-у-у! Вау! Так, ребята, мы сейчас будем пытаться форсировать эту речку. Оксану пересадили, просто, чтобы она не напугалась. Хорошо. Вау! Смотри, грязь какая привезет. Давайте, как это происходит. Как девочки вокруг меня плящут. Резкий подъем. Оксана дает тридцатку уже на нем. Вы сидите сзади своей жены, которая несется по бездорожью в гору. У-у-у! Что это хочется? Вау, ребята! Какая там красота. Ага, да, вот я посмотрю, вот иногда красота, вот я только на дорогу смотрю. Зачем? Ну, как мне нужно, перевернулись. Да? Ты думаешь, мы перевернемся? Это не судьба. Здесь, ребят, очень хорошие квадрики. Смотрите, без тормозов. Мне сказали сразу, что концовики отличные, они спускаются сами с гор великолепно. Ну, иногда, может, там надо чуть-чуть подгазовать. Опять у нас тут очередной спуск через лес и погнали в гору. Она в 43 едет, ребята. Это пипец. Оксана, вот как ты будешь так тормозить? У-у-у! Что смешно? Я думал, я все. Попал на новый квадроцикл. Хорошо, что я вспомнила, это нормально. Она забыла, где тормоз. Это просто, я не знаю, как откомментировать. Мама, я хочу жить. Не пускайте больше женщин за руль. Вообще, вот сейчас эмоции круто. Да, я не знаю. Уже два раза и не перевернулись. Это просто no comments. И вот как меняется маршрут. Вроде бы едем, бац, полянка, бац, лес такой. Въезд, это очень интересно, когда можно погонять. Хорошо, потому что глубокая колея там падает. Понял. Все получилось. Ура. Ура. Если бы даже была одна она, то ее просто бы заменил инструктор и перегнал бы ей квадроцикл. То есть ничего страшного нету. Но ей вот такие заходят прям колеи, грязюка. Только лево держи, лево держи по-браске. Лево, лево. Едь, едь, едь. Лево, левее просто держись. Какой колу сделаешь? Я не понимаю, что там справа. Там справа губит колея. Страшная. Даже на кайто говорят, девочки учатся гораздо быстрее, потому что они не чувствуют опасности. А мужики чувствуют. Ай-яй-яй. Зачем нас кусты? Ну что я тебе сделал? Самое главное, она перед ветками перед тебя притормаживает, а когда я проезжаю, ускоряется. Получается, идет, дрыш, дрыш, хап, такой просто огонь заходит. Тоже очень красивая панорамочка. Вдоль лесополки едем. Очередной подъем наверх. Тут какая дорога пошире стала, мы едем на смотровую площадку. Кайф. 43, ребята, бодрики просто вырывают. Для вас может это звучать как-то там, ну что такое, 40, да? Вы видели, какая здесь поверхность? Они так ее отрабатывают крутоцко, просто. Куда мы приехали? Прямо какие-то кадры с кинофильма, да? Да. Огнище. А вид-то все круче и круче. И вы-то все выше и выше. Дочки такие, вау. Итак, дорогие, мы добрались на смотровую площадку, с которой открываются просто невероятные, прекрасные, классные виды. Самое главное, что я живой. Я теперь люблю этот шлем, очки. Они такие прекрасные и классные. Когда женщина за рулем, это, конечно, очень весело, да? Да. Да. Всегда, маленечко, опасно. Я прям прочувствовал до конца, насколько это опасно. Она как настоящая модель, любит попозировать. Так, и смотрим, друзья. То есть отсюда мы видим вышку телевизионную, ее называют. Все как шприц, торчит на российский. Вид на всю эту долину, слушайте. Открываются просто восхитительные там озера. находится, вот крест стоит на горе. Прям просто космос. Смотришь и радуешься жизни. Насколько в красивых местах мы живем, и мы здесь даже не бываем. Даже местные люди. А так редко происходит. КОНЕЦ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...